Я приветствую вас на своем канале. И это обзор всех классовых легендарных карт, а также новых карт, вышедших в обновлении Наксрамас, проклятие Наксрамаса. Итак, начнем. Первая карта это Эдвин Ван Клифф, легендарная классовая карта разбойника. За 3 маны мы получаем существо 2-2, которое впоследствии применения карт получает плюс 2-2 за каждую. Очень хорошая карта для Миракл Роги, то есть разбойники, которые прокручивают много карт за один ход. Если к концу такого хода выставить Эдвина, он будет достаточно силен. Минусы. Он очень уязвим к Сайленсу, так как всего имеет характеристики 2-2. Ну, для легенды это... так себе. Тирион Фордринг. Лучшая классовая легендарная карта для Паладина, так как за 8 маны мы получаем 6-6 с провокацией и божественным щитом, а также предсмертным хрипом, который нам дает Испепелитель 5-3. И это отличнейшее оружие. Из минусов только то, что уязвим к Сайленсу, но так эта карта просто прекрасна. Советую всем, кто играет за Паладинов. Громаж Адский Крик. Неплохая карта для Война. Имеет рывок и иступление плюс 6 к атаке. То есть, мы можем его использовать в паре с внутренней яростью, или злым надсмотрщиком, или внутренняя ярость плюс буйство, и получать достаточно сильное существо. То есть, почти 15-11 существо мы можем получить, или 14-7 с рывком. Хороший финишер для Арашка Лоды, мне кажется, он будет хорош. АЛАКИР Наверное, много споров вокруг этой карты крутится. Для шаманов все-таки за 8 маны 3-5 с истовством ветра. Рывок имеет божественный щит. Также провокацию. Провокация здесь совсем, по-моему, не к чему, так как он имеет всего 5 здоровья. Рывок и неистовство ветра. Божественный щит. Ну, хорошие свойства. Все, мне кажется, кроме провокации. Но слишком мало характеристик. За 8 маны мы получаем всего-то 6-5 по сути. В паре с камнедробителем будет неплох. Как финишер, так как мы нанесем целых 12 единиц урона. А если у нас в запасе 2 камнедробителя, так это и вовсе 18. В принципе, неплохо. Но все-таки могло быть лучше. Пророк верен. Хорошая легендарная карта, но стоимостью всей маны мы получаем существо 7-7. В принципе, неплохо. Но, опять же, мы уязвимы к Биг Гейм Хантеру. Это не есть хорошо. Но очень интересное свойство. Ваши заклинания силы героя восстанавливают здоровье и наносят урон в двойном объеме. В принципе, если у вас есть 9 маны, мы выставляем его, кидаем майндбласт во врага и наносим ему 10 единиц урона. А также масса на столе остается существо 7-7. Неплохо. Или отхилятся на 4 единицы, что... Ну, тоже хорошо. Я считаю, что это среднячок среди легендарных карт классовых. Нехорошая, неплохая. Среднячок. Лорд Джараксус. Уникальная карта. Единственная в своем роде во всей игре для чернокнижника. За 9 маны мы получаем нового героя, который имеет оружие 3-8 в руках. А также 15 здоровья. Это его максимум. Из минусов это то, что он демон и может быть съеден жертвенным приговором, если вы играете против чернокнижника или против жреца, который у вас его своровал. Интересная анимация выхода, эмоции классные и способность его за 2 маны призывать 6-6 инфернала. Прекрасная карта, особенно для хрендлока. Ну, больше тут нечего сказать. Кенарий. Классовая легендарная карта Друида. Тоже хороша карта, но в определенных случаях. Характеристики в принципе неплохо. За 8-5-8. Ну, как-то еще терпимо. Но это не Аллакир же 3-5. Но, если у вас поле хотя бы чуть-чуть заспамлено, Кенарий будет идеальнейшим просто решением. Так как даст всем плюс 2-плюс 2. А если же у вас поле нету ничего на поле, то Кенарий не будет плохим решением, так как вызовет 2 таунта 2-2. Неплохо. Кенарий неплох. Архимаг Антонидас. Для мага эта карта прекрасна, на мое усмотрение. Так как за любое разыгранное заклинание мы получаем огненный шар. 6 огненных шаров это 36 хп. То есть, кидаем мы ледяную стрелу, выставили архимага, кинули ледяную стрелу, допустим, ледяное копье и чародейские выстрелы. У нас уже в руке 3 фаербола. 3 фаербола в руке. И существо 5-7 на столе. Неплохая карта. Особенно для фризмагов, она просто хороша сама по себе. Неуязвима как БГХ и, в принципе, наверное, все-таки выше среднего. Король Круш. Хороший финишер в колоде Охотника. Зверь. Это нельзя забывать, то есть бафает со всеми бафами. Как бы это странно не звучало. Но он очень сильно затормаживает ход игры. За 9 маны мы получаем всего-то 8-8. Ну, плюс рывок. Ничего особенного. По-моему, эта карта все-таки ниже среднего, так как сильно затормаживает ход игры. Ну и настало время для Наксрамосовских новых карт. Новых легендарных карт. И начнем мы с первого квартала пройденного. За него вам дают Мексну. Мексна. За 6 маны вы получаете 2-8 существа. Животное, которое уничтожает любое существо, которому он нанесла урон. В принципе, идентичный эффект есть и у королевской кобры. За 3 маны 2-3. Но. Стоит отметить, большое здоровье Мексны. А также. То, что этот эффект все-таки хорош. Но 2 атаки делают ее уязвимой к коду. Что немаловажно. То есть карта за 5 маны контрит легендарную карту за 6, которая может быть всего одна в колоде. Неплохо. Для охотника будет неплоха, так как может выйти подрывком люторога. А в колоде жреца может стать хорошим дэмидж дилером, так как за 9 маны мы можем получить существо 16-16. Ну, к Сайленту уязвимо, но все-таки это что-то. Вот так вот. Следующая карта это Лодхип. Лодхип это кошмар всех мираклов. Или заклинателей магов. Так как в следующий ход противника его заклинания стоят на 5 маны больше. За 5 мы получаем существо 5-5. Это хорошо. Это очень хорошо. Прекрасно просто. А также он хорошо действует в синергии с Милхаусом Моноштормом. За 7 маны мы получаем 2 существа 1-5-5, другое 4-4. А также в следующий ход противника его заклинания будут стоить 5 маны. Неплохая легендарная карта. По-моему, одна из лучших на Кстрамосовских. Но перейдем к следующей. Барон Ривендер. За 4 маны мы получаем 1-7. Вроде бы не так сильно, но предсмертный хрип ваших существ срабатывает дважды. То есть, если мы выставляем Лепрогнома, он умирает. Он наносит не 2 единицы урона, а 4 единицы урона. То есть, 2 раза по 2. Прекрасно. Хорошо. Или, например, ставим какого-нибудь изригателя слизи. Новую на Кстрамосовскую карту. Карту. И вместо 1 провокатора 1-2 выйдет 2 провокатора 1-2. В общем, эта карта прекрасна. Особенно вкупе с новыми шамановскими картами Перерождение. Ставим 2 предсмертных хрипа, Перерождение. И вот нам 5 существ любых. Хорошая легендарная карта. По мне, да, очень. Сталаг. Сталаг идет в паре с Фойгеном. И за 5 маны мы получаем либо 7-4, либо 4-7. Обоих их можно выставить за 10 маны и предсмертных хриб. И если во время этого матча умер Сталаг, призывает на поле боя Тадиуса. То есть, одного Фойгена или одного Сталага брать особо смысла не имеет. Но если же они у вас оба в колоде, и Фойген, например, умер к тому моменту, как умирает наш Сталаг без Сайланса, призывается Тадиус. 11-11, прекрасное существо, которое не имеет никаких эффектов, но имеет бешеные характеристики и интересную анимацию выхода. В общем, Фойген и Сталаг в некоторых колодах будет просто прекрасное дополнение. Вот так вот, выше среднего. Ну и Килтузат, последняя карта на сегодня, на сегодняшний обзор. Немного читерская карта, так как за 8 маны мы получаем 6-8 существа, которые неуязвимы к Big Game Hunter'у. И в конце каждого хода, то есть и вашего, и противника, призывает на поле боя всех ваших существ. То есть, если Килтузата выставили против нас, то он вызывает существ своих, которые умерли в этот ход. То есть, убили мы на свой ход там несколько существ-таунтов. Они сделали свой предсмертный хрип, ну и в конце концов Килтузат их оживляет. Ну, по-моему, сильная карта, очень. Если бы она в конце вашего хода призывала на поле всех ваших существ, тогда, может быть, было бы как-то балансно. Но сейчас, мне кажется, что она балансна. Как бы это глупо не звучало. Ну, а на этом всё. Всем спасибо за просмотр. Я рад вас делать вашим просмотром. Спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok